ну что друзья вот спросите куда нас занесло а занесло нас такое место которое называется париж париж худо-бедно вот мы сейчас пойдем пообедаем в парижском ресторане сами понимаете что этот париж находится в штате вирджиния и это небольшой такой отельчик модельчик именно да и тут заодно и покушать есть французский повар нам тут обещали я правил повар из франции друзья а мы местные пойдем поедим неплохо друзья вот так приходишь покушать по-французски все очень вкусно мы еще не приступили там пока только готовимся заказать вот как здорово какие прекрасные тут пейзажи париж одно слово да друзья все начинается с хлеба с маслом и надо сказать что этого хлеба с маслом мы ждали хороших минут 25 это как в париже сидишь enjoy life и и не спешишь никуда окей салатик полили соусом это суп это суп я извиняюсь это суп в общем короче это белая рыбка друзья да белая рыбка этот кружок то что я назвал белой рыбой и было типа пюре кажется что это картошка пюре но это не так вот мы франция друзья вы что думали тут вам вкусно вкусно так немного но вкусно как супчик то как ребята просто вот так посреди америки настоящий французский суп поверьте я не один раз в париже лучших ресторанах кушала и просто не уступает это не это то же самое а что за суп у тебя сквашь какой-то да это 10 огурчик и здесь сквашь здесь все что надо но просто знаете америка прекрасно здесь есть все из-за совершенно другие деньги там евро их не берут не но на самом деле я думаю что дороже в париже было бы она на вид то какой а вин французский тут был такой каталог большой но мы поскольку за рулем там и дамы не пьющие мы как бы отказались вообще тут каталог вин просто не уступаете не лучшим домам и мы просто не нашли этот ресторанчик случайно когда катались на лыжах я увидела париж я хочу в париж и мы прям в лыжной одежде сюда зашли и вот такую шумчужину недалеко с тех пор друзья вы одеваемся прилично когда ходим в париж до париж то друзья я и спросил разрешение поснимать тут к счастью никого нет время такое знаете вот такие кабинетики да на сказать что тут публика я так не старался не очень их беспокоить своей съемкой но вообще публика есть просто шикарная такая знаете американские такие старые денежки такая типы земельной аристократии ну то есть совершенно очаровательный один был так похож на президента буша старшего младшего что я просто ну вот мне хотелось с ним сняться искать вот мужики вот мы тут с президентом бушем бывшим конечно все но потом я удержался в шон как то вот знаете было понятно что он не одобрит такие они чопорные знаете вот здесь есть некоторые чопорные с которой в калифорнии особо не не найти а вот тут сколько хочешь так вот такой ресторанчик тут темновато поэтому я думаю насколько камера наша справится но вот так с камином слушайте пустячок правда а приятно так пойдем наверх я не знаю там мне бы не хотелось какие-то неудобства людям создавать если они там так тут это уже явно что-то не ресторанное это у них тут прям как музей какой-то так пойдем наверх тут еще несколько ступенечек ну тут как дом-музей действительно такой дом-музей и тут тоже а вы знаете что тут еще мотель может быть это вот просто номера вы знаете что я не буду туда дальше исследовать а спущусь вниз ну что ж друзья это свете дали такой знаете ну да как бы бергер такой да бергер но по-французски так светочка это что у тебя это нам дали вот у вас это просто овощи тушеные ну и у нас соленый вот такой из креветочек это с рисом я не уверен насчет риса ну паша попробуем то что показалось алёне риском оказалось кашкой типа пшенки но надо сказать что основной вкус здесь идет от соуса совершенно невероятно вот от этого это просто что с ней даже нет слов передать вот и это как бы главное достоинство на мой взгляд хотя шеремку тоже замечательно друзья то что вы видите это так называемый шоколадный мусс чоколад мусс вот там беленькая рядом это мороженое снизу это груши это особые груши особые особенно все засахаренные засахаренные и там еще и hazelnut и там травка и там бог знает что только не насыпали и все это друзья только для того чтобы человек балдел от счастья так теперь что у меня для балдежа у меня так называемый чиз плейт это разные виды сырку вот так вы видите вам наверно уже нравится вот я сейчас по чуть-чуть там с мармеладиком там как положено вот в общем сейчас все попробую меня еще и кофе взял какой смысл сыр без кофе сейчас все попробуем